Однажды умный человек сказал, что в кризис денег меньше не стало, просто стало меньше людей, у которых они есть. Между тем, индекс потребительской уверенности восстановился до минус 14% с минус 22% в первом квартале. Причем выросли все составляющие индекса, как оценка личного благосостояния, так и экономики страны. Больше всего сегодня россияне боятся инфляции и безработицы. Отмечается не вполне благоприятная ситуация на рынке труда. Индекс чистого найма в апреле и июне опустился до минус 47%. Большинство опрошенных отметили, что их работодатели сокращают персонал. Доля тех, у которых нет сбережений, выросла до 39% с 36% в первом квартале. В целом исследователи отмечают, что россияне привыкли к кризису. Есть подозрение, что правительство приготовило пару новых потрясений. Ну, чтобы не расслаблялись. Мега-аналитик Петр Хвейчик считает, что предстоящие выплаты по внешнему долгу и угроза сокращения экономики приведут к 10% снижению рубля в третьем квартале нынешнего года. По данным Центробанка России, в третьем квартале в счет погашения внешнего долга и уплаты процентов по нему российским банкам и компаниям, работающим в других секторах экономики, предстоит выплатить почти 32 миллиарда долларов. Примерно половина всех выплат придется на сентябрь. Снижению курса доллара и евро будет способствовать и политика Центробанка, продолжающего скупать валюту для пополнения своих международных резервов. Кстати, если вы не помните, граждане подали на Центробанк в суд. Интересно, чем дело кончится. Пассажирам, не попавшим на рейс из-за овербукинга, выплатят компенсацию. Ее размер составит от 12 до 28 тысяч рублей. Так, если время, на которое задержится перелет туриста, превысит 2 часа, то сумма компенсации составит 12 тысяч рублей. От 6 до 12 часов – 18 тысяч рублей, а от 12 до 24 часов – 21 тысяча рублей. Если же время ожидания превысит 24 часа компенсация составит 28 тысяч рублей. Также в Минтрансе отметили, что в случае сверхбронирования авиаперевозчик будет обязан предложить альтернативный маршрут. В случае, если пассажира не устроит предложенные варианты, авиакомпания, помимо компенсации, будет обязана вернуть полную стоимость билета. Российский фондовый рынок открылся гэпом вниз. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1616 пунктов. В аутсайдерах акции «Эон Россия», «МТС», «РДР Русала», «Русгидро» и «Преф» и «Сургутнефтегаза». Среди лидеров роста – «НЛ Россия», «Распадская», «Северсталь» и «Интеррау». К конкрытию торгов в России сложился негативный внешний фон. На ожиданиях результатов воскресного референдума в Греции европейские фондовые рынки закрылись в минусе. Курс доллара наш, стоя июля – 55 рублей 60 копеек, курс евро – 62 рубля 74 копейки. Золото стоит 2088 рублей за грамм. Серебро стоит 27 рублей 96 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent – 59 долларов 44 цента за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.